Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречан. Мы плавно входим в отопительный сезон и сегодня мы решили порассуждать вот на какую тему. Если отопление это услуга, которую нам система сама навязывает, но тем не менее, если отопление это услуга, возможно ли отказаться от централизованного отопления? Потому что, как я проконсультировался с юристами, такие механизмы, как мне сказали, в принципе существуют. И в связи с этим наш сегодняшний интерактив звучит следующим образом. Готовы ли вы отказаться от центрального отопления, от централизованного отопления? Если готовы, то звоните по номеру 784-80-81, если не готовы, по номеру 784-80-82. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями студии. К нам пришли Алексей Еремица, депутат Одесского городского совета. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Савицкий, юрист. Здравствуйте. И Владимир Максимович, эксперт в сфере ЖКХ. Добрый вечер. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Владимир Ярославович, вот скажите, тарифы растут с каждым годом, да? Человек хочет отказаться от услуги, правильно? Вот, допустим, любой услуги. Он может это сделать, вот если говорить о потоплении, поставить дома какие-то дуйки, допустим. Вот не хочу я столько платить, не могу платить. Субсидию меня задерживают. Могу я это юридически сделать или нет? Юридически вы это сделать не можете. И есть законы, которые это регламентируют. Ну, вообще, есть закон об отоплении. Есть гражданский кодекс, который четко предписывает, как можно делать ремонты и что можно делать. Но в 2007 году, 31 октября, вышло постановление Кабинета министров 1268. А затем, по-моему, в ноябре того же 2007 года, ровно 10 лет назад, вышел приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, в котором предписано, что отказаться от услуги центрального отопления можно только всем домам при согласии жильцов дома. Но индивидуально конкретный жилец этого сделать не может. Умные юристы попытались это обойти, потому что есть коллизия. Если квартира частная, то почему я не могу отказаться от услуги? И подавали разные судебные иски. Однако в 2013 году есть решение высшего административного суда, которое оставило в силе решения, которые были, о удовлетворении требования потребителя о выдаче разрешения на отключение квартиры от центрального отопления. Это решение было принято 27 марта 2013 года высшим админсудом Украины. То есть и юридически государство закрепило невозможность человека это сделать. Если мы будем обсуждать технически, я готов объяснить, почему технически, но юридически, вот документы, которые запрещают. Поэтому, когда мы задали вопрос, готовы ли вы отказаться, одно дело готовы ли вы, другое дело можете ли вы. Это знаете, как у юриста спрашивают, скажите, я имею право? Да, вы имеете право. А, так значит я могу? Нет, вы не можете. Вот такая коллизия. Андрей. Поясню. Дело в том, что есть закон Украины про теплопостачание, где сказано, что в принципе гражданин Украины, то есть потребитель, имеет право отказаться от отопления, от этой услуги, если компания, которая предоставляет эту услугу, даст на это разрешение. То есть утвердит проект, и погоджение с проектом даст на это разрешение, и в этом проекте будет сказано, как этот потребитель будет альтернативной, скажем так, услугой или альтернативной энергии поддерживать температуру своей квартиры, то есть своего частного имущества, не менее 18 градусов. То есть вот примерно, что называется, юристы обошли немножко эту ситуацию и предоставили такое право собственнику квартиры, в принципе, отказываться от данной услуги. Но по согласованию с поставляющей... Конечно, с ТГО, с ТГО, да, с ТГО, с ТГО. Но на практике эта возможность реализуема, как вы считаете? На практике, знаете как, у нас один раз отрежут, а потом семь раз подумают. Вот как происходит на практике. То есть вначале режут, а потом идут и начинают узнавать свои права. Вот как на практике. Алексей. Я, во-первых, хочу сказать, что у нас законодатель, и у нас много говорят о заботе народа, о народе заботе, да, это обычно там подвыборы все политические силы, но по факту законодатель принимает всегда законы в интересах, прежде всего, монополистов. И здесь, опять же, вот такая ситуация, когда ты собственник действительно своего жилья, да, ты обязан поддерживать эту температуру, потому что если у тебя температуры не будет, твой сосед, по идее, будет нести теплопотери. Ты обязан действительно топить свое помещение, если ты собственник. Но на самом-то деле людей ставят в такое, знаете, скотское состояние. То есть услугу оказывают некачественную, отказаться ты от этой услуги не можешь. Даже по своей ситуации, например, в новых домах, там, новостройках, ты можешь даже себе поставить индивидуальный счетчик. Я скажу, у меня у самого квартиры есть, у меня индивидуальный счетчик стоит. И я, допустим, там, фиксирую себе радиаторы, подкручиваю и плачу за отопление столько, сколько я хочу. Причем, опять же, по факту я могу себе 18 градусов, 15 градусов, ну, взвесимся, конечно, от окружающей среды. То есть, понимаете, какая глупая ситуация получается, да? Вот есть эти 18 градусов, но я, допустим, имея индивидуальный счетчик и регулятор у себя на радиаторе, я могу себе температуру эту корректировать и платить меньше, понимаете? Во-вторых, я, допустим, плачу непосредственно за те килокалории, которые я получаю. Потому что все это центральное отопление – это полная фикция. Все прекрасно понимаем, что, допустим, начинается, допустим, вход теплоносителя с первого этажа, значит, на первом этаже нормальная температура, на девятом этаже уже холодильник. Или наоборот, с девятого этажа, в девятом этаже нормально, на первом этаже вообще жить невозможно. Все это знают и понимают. Теперь, что касается по факту, как оно все происходит. На сегодняшний момент, действительно, коммунальное предприятие ТГУ отозвал своих представителей из так называемых районных комиссий по жилищному коммунальному хозяйству, которые принимали все это время до сих пор решение, по которому человек может отказаться от центрального отопления. Нужно решение этой комиссии, а потом с этим решением комиссии ты идешь к ТГУ и так далее, и отказываешься от, допустим, ну, перестаешь быть абонентом ТГУ. А сейчас КП отозвал этих представителей, но что греха таить, работа этих районных комиссий, как они принимают решение, кому дают, а кому не дают, допустим, добро, это отдельная история. Как правило, достаточно таких небольших коррупционных разбирательств, будем так говорить. Но с 2005 года пошел такой активный вал, вот вы работали, может быть, прокомментируйте, пошел большой вал, когда люди массово отказываются. Сейчас это в меньшей степени, потому что, знаете, кто уже хотел, тот уже решил. Плюс еще можно в судебном порядке, вот юрист тоже может прокомментировать, в судебном порядке ты тоже можешь отказаться. То есть, если ты уже, что-то говоря, достала работы этой комиссии, ты не можешь найти общий язык с ТГУ, и ты понимаешь, что законодатель защищает монополистов, ты идешь в суд, и в суде оставишь свое, скажем, свое право. Я хотел бы добавить тому, что сказал мой коллега Алексей, фактически подарить ему, так сказать, ну такой эпиграф тому, что он сказал. Есть такое известное выражение. Сфера жилищно-коммунального хозяйства – это поле битвы государства с собственным народом. Это правда. Вот когда я вспоминаю, вижу, пытаюсь оценить, а как же поступает государство. Это поле боя государства с собственным народом. Они все время придумают какие-то вопросы, чтобы усложнить жизнь, монополизировать ее. В тех же законах, о которых мы говорили с юристом, действительно, тот же закон об отоплении говорит, что потребитель имеет право выбирать фирму, которая тебе поставляет тепло. А как же выбирать? На рынке нет. Если у нас получается, помните, как это была притча об Иисусе Христе, о Господе Боге, когда он создал Еву, и потом сказал Адаму, а теперь выбирай себе жену. А как ее выбирать, если она одна, только Ева, так и здесь. Среди кого выбирать, если у нас только ТГО? Ну, в принципе, идущие осилить дорогу. Действительно, если люди, людей уже достали, а людей достали, потому что действительно платежи высокие, ничего не делается, и отключиться не могут. Вот у нас, я все время говорю о СМД, вчера весь день мы занимались тем, что, так сказать, чистили наши подвалы. И я обошел все четыре подъезда и посмотрел. Знаете, 95% труб отопления, которые идут по подвалу, без изоляции, без какой-либо изоляции. Вот просто трубы такого диаметра, 30% тепла, минимум, мы теряем в подвале. 100%. Труба поднимается наверх, на девятом этаже еще более-менее, на восьмем тоже. А на первом этаже у людей зимой зубы цекотят. А платят одинаково. Есть тепловые счетчики, которые показывают. Столько-то, 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 как и калорий мы подобили. На дом, конечно, на дом. Мы сделали на каждый подъезд. То есть этот вопрос решать надо. И государство должно взять на себя ответственность, чтобы как-то разрешить, если оно само не может отрегулировать, ну, хотя бы дай возможность людям самим справиться. А пока у нас чисто феодальное право. Вот это, что я сказал, это чистый феодализм. Андрей, вы хотели... Да, я хотел бы сказать, что касается мест общего пользования. То есть действительно, места общего пользования можно, если весь дом действительно откажется от постачания, ну, то есть от данной услуги. Подъездом можно. Да, подъездом можно. То есть это существует. И, по сути, сейчас вот ОСМД или обслуживающие кооперативы, скажем так, это все проводят. Но, с другой стороны, если ты все-таки отключился от своей собственности, это не значит, что ты не будешь платить. Ты будешь платить за места общего пользования, если эти места фактически не отключены. То есть это тоже... А вот если я не хочу платить, допустим, вот мне не дают возможность отключиться, да, индивидуально, я просто не буду платить. Ну вот, что дальше, какие последствия? Нет, если ты не будешь платить, то фактически последствия только одни. Это судебное разбирательство и взыскание с тебя задолженности даже за ту услугу, которую, по сути, ты можешь и не получить в надлежащем виде. С наложением ареста на квартиру и прочее, прочее, прочее. Ну, это уже судебно-претензионная работа. Алексей, вот смотрите, у нас, да, система центрального отопления, да, которая, по сути, вот делает заложниками наших граждан. Мы это, в принципе, уже выяснили. Но вот есть ли альтернативные какие-то варианты, я знаю, разрабатывались вот с индивидуальными котлами. Почему сейчас как-то вот эта тема немножко затихла? Ну, дело в том, что вот центральное отопление, или когда у нас там, как на Таирово, знаете, там, возле Южного рынка стоит огромная котельня, и потом огромные трубы разбросаны по всему Киевскому району, это такая советская, действительно, советское прошлое, когда больше сжечь газа, больше, допустим, стали, хотя кому это было нужно, сложно сказать. Сейчас мы имеем, ну, скажем так, европейские, мировые цены на теплоноситель. За газ мы платим по полной программе, даже еще дороже, чем некоторые европейские страны. Поэтому мы считаем деньги. Конечно же, однозначно, вот эта система таких потерь, о которых вот говорит и коллега, да это везде, повсеместно. Теплоизоляции никакой, иногда в парадных и окон-то нет, да и у людей тоже окна бывают разные, и так далее, и тому подобное. Хотя и наши люди привыкли включать ЭГВ на полную катушку, я помню, когда-то, а при этом открытая форчика, что такое тоже все помнят, да, кто, допустим, жил там в центре города, у кого было ЭГВ. Теперь за все нужно платить. Поэтому мне кажется, что сама система центрального отопления и ЭГО — это вчерашний век. То есть нужно однозначно, либо это индивидуальные котлы, либо это крышные котельные, как вот нынешние, там, современные новостроя. То есть нет ни одного новостроя, вот любой строительной компании, какую-то мне назовешь, которая, допустим, подключена к центральному отоплению. Ну, может, еще в 94-м году что-то там строили, может быть, там, какой-то смут. А все новые дома, все крышные котельные. Газ подвели на крышу, котельную поставили, все. Теперь вот еще раз говорю. У меня, допустим, индивидуальный счетчик на квартиру. Я плачу за тот газ, вернее, за те калории, которые я, собственно говоря, получил у себя на входе в свою квартиру. Все, я плачу за то, что я потребил. Поэтому однозначно наши заявления, там, наших политиков и так далее, о том, что вот мы должны жить, как в Европе, вот, я должен платить за то, что я потребил. Я потребил 2 куба воды, должен платить 2 куба воды, а не 10, там, 15, какие-то там высчитывают, округляют и так далее. Каждый должен платить за то, что потребил. А если где-то вода течет, так это проблемы фосфодоканала. Пускай поднимают, идут, разрывают, решают эту проблему, течь и все. Я буду платить за 2 куба. Если я получил, допустим, там, 1000 ккал, все, я должен платить за них. Это не моя проблема, допустим, если там кто-то где-то что-то разрыл, не закопал, либо не теплоизолировал. Поэтому вот, знаете, у нас тоже такая формулировка государства. Вы сказали, государство против народа. Да что такое государство? Что такое государство? Это, знаете, такое эмпирическое понятие. Это чиновники, которые принимают решения. Причем, ну, городские, там, государственные, это чиновники, вот что такое государство. Это чиновники, которые принимают решения, по сути дела. Потому что, когда говорят, государство там против народа, да это не государство, понятие Украина государство. Это чиновники, которые принимают решения исключительно в интересах тех иных монополистов. Я вот, слушая коллегу Алексея, вспомнил, что по поводу государства, и видимо конкретно нашего государства, сказал когда-то классик Ленин его звали, он сказал, государство это аппарат насилия. Мы считали, это аппарат насилия в империи, в капиталистическом. Сегодня можно сказать, что наше государство это аппарат насилия против нас. Алексей сказал очень правильную фразу. Вот то, что он сказал, это наша мечта, и так живут в Европе. Есть четкая мотивация. Если я потребил столько-то воды, я за нее заплатил. Если я потребил столько-то тепла, я прикрутил, я заплатил. Что получается у нас? У нас, ну, как средняя температура по больнице. То есть, да, в нашем подъезде есть тепловой счетчик на подъезд. Но у кого-то теплее, у кого-то холоднее. У меня в квартире нет теплового счетчика. Я не могу ни прикрутить, ни добавить. Более того, система разводки, когда сверху идет стояк, не позволяет это сделать. Старые дома не позволяют. Вот пока мы это не сделаем, и каждого человека не будет стоять счетчик тепла в квартире, и он хочет меньше, он сделает меньше. Абсолютно правильно сказал Алексей и о том, что действительно все новострои имеют крышные котельные. В далеком 2004-2005 году, мы тогда с Пятого, Пятого был первым замом, нет, это уже был Сушкин, разрабатывали систему перехода от стопроцентного централизованного отопления к частичному децентрализованному. Когда мы говорили, что надо предоставить возможность, чтобы были и крышные котельные, и районные котельные. Потому что централизованная система отопления настолько затратная и столько потерь, что просто огромнейшие потери. С этим никто не сомневается. Вот вопрос главный, который, в принципе, Алексей задает. Так почему этой концепции, вот она даже на уровне концепции заглохла? Потому что есть интересы монополии. Знаете как? Если звезды зажигает кто-то, значит это нужно кому-то. Есть конкретные заинтересованные лица, которые заинтересованы, чтобы система монополизма осталась. Понимаете? Если не будет мотивации, вот говорят людям, надо делать санацию, надо утепляться. Но должны быть мотивации. Люди должны понимать, что если они за свой счет это сделали, они будут меньше платить. За отопление и прочее. Мотивации нет. Мы привязаны к системе централизованной. Нам не позволяют это сделать. Последнее. Я сюда, я, конечно, посмотрел законы, позвонил своему коллегу. Звонок другу. Здесь у меня. Товарищ, мы вместе работали Матковскому. Кстати, зря вы его не приглашаете. Он хороший, сильный специалист. Вот именно в этих вопросах. И спрашиваю, Валерий Ильич, что-то поменялось с 2007 года вот в этих вопросах? Он говорит, ничего, стало только хуже. Андрей, вы сейчас заговорили о монополиях. Но тяжело то, что происходит, назвать природные монополии. Тем более, что у нас все говорят о рынке, о услугах. Вот скажите, есть антимонопольное законодательство? Есть антимонопольный комитет, который должен разбираться с этими вещами? Может, стоит как раз в контексте антимонопольного законодательства завалить исками суды? Как вы считаете? Да, есть смысл, как отстаивание своих непосредственных прав, то можно фактически завалить суды разными исками о защите своих прав. Факт тот говорит о том, что насколько суды будут принимать в том числе объективные законные решения. Если мы говорим о том, что у нас есть, скажем так, зажигают звезды, если кому это надо, значит... Он погасит все наши желания, так сказать, определенные права. Но в любом случае отстаивать свои права необходимо. И доказывать свою правоту тоже необходимо. Поэтому на сегодняшний день я вот уже, когда шел на эфир, посмотрел, все больше и больше исков подается о том, что мы говорим о том, что фактически люди не получают то тепло, за которое они платят. То есть, конечно, новые дома, я сам являюсь председателем тоже обслуживающего кооператива, и у нас все достаточно прозоро, потому что у нас разрешены счетчики, люди ставят счетчики, и безусловно, я знаю, что многие запрещают это. У нас это все разрешено, и они платят только за то, за то, что они получают. Но это уже, скажем так, новые дома. Вот и все. А старые дома, к сожалению, придется отстаивать свои права, и в том числе в судебном порядке. У нас сегодня была речь о том, что такое государство, но, наверное, принуждение это одна из функций. В целом, если говорить, государство это аппарат управления, правильно? И управление должно быть, наверное, прогнозируемым для своего населения. Я помню, как Владимир Гройсман заявлял, что нынешнее повышение тогда еще цены на газ в два раза, оно последнее, железно. Сейчас уже появляется потихонечку, что на 17%, на 18% опять будет повышение цены на газ. То есть, премьер-министр ни в коем случае не опровергает это, предпочитает отмалчиваться. Вот в этом смысле, может, если завалить исками действительно суды, то такой своеобразный протест населения, то, по крайней мере, это позволит сдержать тариф сам, хотя бы на какое-то время. Как вы считаете, Алексей? Ну, я просто не понимаю, кто будет заваливать исками в суды. Работать с населением надо. Кто этим будет заниматься? Какие-то будут политические партии, юристы, общественные организации. Это кто будет, допустим, USAID, например, или фонд Аденаура, будет финансировать общественные организации, которые будут заваливать исками наши суды. На сегодняшний момент из общественных организаций реально работают те, которые финансируются западными партнерами. Те, которые, собственно говоря, стоят рядом с МВФ и которые сами стимулируют повышение этих тарифов, абсолютно не учитывая социальный уровень жизни нашего населения, уровень зарплат. Понимаете? То есть, у нас на сегодняшний момент все общественные организованные реальные объединения, живущие, не просто там, где, знаете, председатель и главный бухгалтер, а реально живущие, это все на дотациях и за счет западных фондов. Кто бы вызывает? Они будут сами это делать? В команде даже, вот я не знаю, есть ли у вас, но в команде у депутатов, даже местного самоуправления, как правило, работает достаточно квалифицированная юристка, которая, ну и, собственно, и выступает помощником. Почему вот депутаты... Значит, я могу вам сказать, что этим заниматься никто не будет сразу. Я вам точно могу это сказать. Теперь по поводу, вот, сказали мы слово государство, чиновники, а теперь мы перейдем плавно к такому определению город. Да, вот такой город. Город, город, город. Город тоже чиновники. Причем там жители считают, что это жители. Нет, это не жители, это чиновники. Потому что ситуация вот с ТГУ, с крышными котельными и так далее, вот то, что вы обсуждали еще времена там Сушкина, Леонид Петровича и так далее, дело в том, что все понимают, что нужно делать крышные котельные, и нужно уходить в центральное отопление. Даже это понимает, я думаю, руководство ТГУ, там не глупые ребята сидят. Но те моменты, которые связывают, это все знают, что такое Одесская ТЭЦ. Одесская ТЭЦ – это прорва, куда течет вообще непонятное количество денег. Государственные деньги, красные деньги, областные деньги, в том числе городских денег. Допустим, что такое КП ТГУ? Аналогичная ситуация. Сейчас 310 миллионов из нового займа, ну не займа, а как муниципального, заимствования. Ну, он называется немножко по-другому, заимствования, да, кредит, одним словом. Там 300 уходит туда, 310-316 миллионов. До этого тоже выделяли. Каждый год мы выделяем 200-300 миллионов гривен на финпетрымку, понимаете? Когда я просил неоднократно на профильное состояние комиссии, бюджетные, ЖКХ, а можно вообще понять, какая ситуация у нас с этим КП? Куда эти деньги уходят? Рассказываешь, что там мы должны денег, банкам должны, залоги, имущества, все понятно. Ну, хорошо, ребята, что сейчас? Что сейчас происходит? Когда я начал задавать вопрос, а почему мы не делаем все-таки крышные котельные? Почему мы в домах не делаем? Зачем мы центральным утоплением играемся и сейчас меняем вот эти трубы на улице Пастера? Сейчас поменяем, потом нужно будет наливать Толстого и так далее, и тому подобное. Так можно потратить 20 миллиардов гривен. Зачем это сделать? Да за эти деньги решите вопрос газа, электричества, крышных котельных и уходим от этого. Нет, неинтересно. Потому что когда вот улетают эти 300 миллионов, там посчитать сложно, понимаете? Там никто это даже делать не будет. Об этом идет речь, что здесь как раз, там, даже не разговор о тарифах, там, Гройсмане, МВФ и так далее. Это тема, конечно, интересная, но на уровне нашем это только поговорить. А, допустим, я как депутата городского совета и вот активных жителей, общественников и так далее, опытных людей, меня интересует ситуация вокруг коммунального предприятия ТГО и как мы расходуем наши бюджетные городские деньги. То, что в большей степени от нас зависит. Ну, на это можно влиять. У нас уже было несколько эфиров как раз конкретно по ТГО, тоже достаточно такие скептические настроенные. В основном были наши гости, да, Владимир Ярославович. Проблема жилищно-коммунального хозяйства в Украине и вот отопление носит политический характер. А политические проблемы решаются политическими. Должна быть политическая воля руководства, которая четко определится. Они все прекрасно понимают. На сегодня, правильно Алексей сказал, по 300 миллионов каждый год мы вбухиваем в латание дыр, а ситуация не меняется. Потому что этот монстр ТГО с 800 километрами труб, с этими 12 котельными, 6, которые угольные и 6 прочее, он всегда будет убыточный. Потому что этот монстр не жизнеспособный. Более того, мотивации для экономии нет. Они заинтересованы. Чем больше вбухают, нормально. Европа так не живет. Там четко есть мотивация. Если это выгодно, то они это будут делать. И последнее. Вот я хочу, чтобы Алексей, как депутат, всегда об этом помнил. Есть такое выражение, когда-то сказала, по-моему, Маргарет Тэтчер. Нет никаких государственных или бюджетных денег. Есть деньги английского налогоплательщика. Точно так же у нас. Нет никаких государственных денег или денег бюджета города. Это наши деньги. Деньги налогоплательщика. Мы должны иметь влияние, принимая решение, брать кредит, не брать кредит, списывать, не списывать. Ведь это деньги наши, а не чиновников, которые ими распоряжаются. А они, сидя на Думской, почему-то считают, что не вправе распоряжаться. Туда 300 миллионов, сюда 500 миллионов и прочее. Вот когда они будут понимать, что рано или поздно за это они ответят, перед нами, жителями, в уголовном порядке, вне в уголовном, вот тогда они будут думать, принимать такие решения или не принимать. А пока хозяин, барин. Андрей. Я хочу сказать немножко о другом. Я хочу сказать о том, что, на мой взгляд, проблема теплопотребления, она состоит, мне кажется, из трех проблем. Сейчас я вкратце объясню. Мне кажется, что это техническая, экономическая и юридическая часть. Вот примерно где-то так. Я слушаю, я абсолютно согласен, что мы должны идти вперед и двигаться вперед. А техническая часть состоит в том, что у нас действительно все старое, колоссальные теплопотери, колоссальные ремонты. И можно зарыть, и можно спрятать, и можно еще что-то сделать. Очень много. Это технические проблемы. Экономически, это то, что у нас на сегодняшний день, вообще в Украине, если мы говорим глобально, у нас не хватает угля. Там образно. Я объясню почему. Примерно статистика должна быть 4 миллиона тонн угля в зимний период. У нас на сегодняшний день примерно есть антрацита 1,5 миллиона и 2 миллиона угля сорта Г. Ну, там есть А, Б, В, то есть сорта Г. То есть не хватает, нехватка, так сказать, угля, который заводится сейчас там с Америки, завозится с Южной Африки и так далее. И вот юридическое потом вытекает из экономической. Это дальше идет. Это есть судебно-претензионные иски, это недоплаты, это неуплаты и так далее. И вот мне кажется, вот эти вот составляющие, я бы хотел развить, конечно, больше эту тему, но эфирное время, это вот техническое, экономическое, юридическое. И мы имеем, что и в том числе это касается и антимонокольного законодательства. Это тоже юридический вопрос. Ну, вы так немножко расширили тему. Я думаю, что у нас это далеко не последний эфир по тематике. Давайте подводить итоги. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты нашего интерактива. Напомню, мы спрашивали, готовы ли вы отказаться от центрального отопления? Хотите ли вы этого? Итак, сколько? 87? 87% готовы, хотят, но в принципе, как мы и прогнозировали, я думаю, что тут комментировать что-то излишнее. Но, к сожалению, многие находятся, многие, все люди, которые хотят отказаться, находятся в тех же рамках, что и мы все. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, за интересную беседу. Обязательно встретимся еще в этой студии и поговорим о нашей системе ЖКХ, о нашей системе отопления. Спасибо. До свидания. Я напомню, у нас в гостях были Алексей Еремитца, депутат Одесского городского совета, Андрей Савицкий, юрист и эксперт Владимир Максимович. Мы работали в прямом эфире, в студию провел Константин Гречан. И оставайтесь на репортере.